Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзогет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, мы разберем один стих Священного Писания, но на сей раз не из Священного Писания, не из Евангельского текста, а из Послания апостольских. Если уж в Евангелии у нас все-таки внимание и какое-то общее представление о смысле, содержании, сюжете хотя бы есть, то в посланиях апостольских, увы, со всем мы плаваем. И, конечно, может, следует и какой-то обзорный материал посмотреть, но все-таки давайте с вами, как это уже у нас принято, сконцентрируемся на некоторых важных моментах, которые помогут нам понять, почему Господь именно так выстраивает отношения с нами, почему Господь, воплотившись, ведет на себя на земле именно таким образом, как Он в Евангелии поступал, потому что послания апостольские, они же не добавляют чего-то к проповеди Христа, они именно осмысляют благовестие Христово, и как человек, который все-таки в отличие от Христа подвержен греху, может ему подобиться, как человек может стать похожим на Христа, так как человек может уже практически шаги сделать по тому пути спасения, который Спаситель нам открыл. Итак, давайте откроем четвертую главу послания Галатам апостола Павла и прочтем пятый стих. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Тут разбивка стиха немножко утеряна начало, поэтому прочтем все-таки заключительные два слова из предшествующего стиха, чтобы понять, о чем речь. «Подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Господь царь неба земли. Он выполняет сам заповеди, которые сам же себе дал. Выполняет заповеди ветхозаветные, которые, в принципе, уже и нам, даже людям новозаветным, не нужно выполнять. И мы такие, зачем? Как это так? Ну, конечно, есть некоторый смысл, чтобы люди иудеи благочестиво увидели, что он заповеди не нарушает, исполняет, чтобы к нему нельзя было как-то придраться. Но все-таки Господь не смотрит на впечатление внешних. Когда надо, он обличает и Саддукеев, когда надо, обличает фарисеев. Но здесь все-таки Господь через апостола Павла нам открывает вот этот глубокий символический смысл, происходящего, происходящего вообще в спасении человеческой природы, как таковой. Господь подчиняется закону не только закону ветхозаветных заповедей. Господь подчиняется закону тварного мира. Господь подчиняется закону тварного мира, что особенно важно, тварного мира, обезображенного грехом. Не того тварного мира, который Господь создал И доверил Адаму и Еве, доверил людям, созданным по образу и подобию Божию, и которые они испортили через свое грехопадение, а именно в меру нашему, где человек из-за последствий греха умирает и по дороге к этому болеет, устает, как-то даже устает физически, устает как-то духовно, вот нервная система изматывается, кушать охота, пить охота, обидно, что тебя как-то там несправедливо с тобой обращается. То есть Господь вот подчиняется всем этим действиям. Господь подчиняется всем этим действиям законов мира сего и законов природы и законам ветхозаветным, то есть дополнительно еще исполняет ветхозаветные заповеди. Все он это делает для того, чтобы показать. Тот путь, который он нам предлагает, это путь ко спасению. Да, это некоторый пример. Это тот пример, который реально можно пройти. Потому что он может сказать, ой, Господи, ты там по воде можешь ходить. Нет, где-то Господь по воде ходил, а где-то наоборот в лодку входил и с лодки проповедовал. И она наверняка качалась на волнах и тоже не очень удобно было. Но стоял, проповедовал, потому что так люди его увидят, услышат. А удобстве не о своем думал, а удобстве людей. Да, Господь, ему как бы было тяжело, хотелось отдохнуть, помолиться, потому что толпы народу ходили вот постоянно за ним. Он говорит, не рассказывай никому об исцелении. А все равно человек рассказывает, ну и Господу вот как-то приходится скрываться совсем уже в горах, чтобы помолиться спокойно. Да, там помним, как толпы зажимали в узких переулках городов Христа, и там все старались к нему прикоснуться, чтобы какое-то вот тоже автоматическое чудо получить. Действительно, Господу это все было сложно. И Господь особенно, вот это нам, конечно, понятно, ну ладно, с кем не бывает, ну все тяготы. Но вот предположим, человек, даже если у него есть, например, вертолет, и он на нем может летать, то он не будет в пробках стоять, даже в самой дорогой машине. Если у человека есть там дорогая машина, то он, ну не будет он на метро ездить. Да, конечно, может медленнее, но если уж совсем быстрая охота проехать, мигалку какую-то себе организует, там сопровождение тоже там быстро проедет. Если человек уже там власть имущий, то все вообще должны расступаться. А тут сам Господь, Творец неба и земли, Царь и Судья Вселенной, берет и подчиняется всем тем законам. Он не выше показывает их, он говорит, я пришел с вами на один уровень стать. И пришел этот уровень один стать, что написано? Чтобы искупить подзаконных. То есть можно сказать, вот как человек пребывает связан какими-то обязательствами. Либо если мы посмотрим древний мир, и там человек в рабстве, завоеван, он раб, завоеванный в военном походе, он в рабстве. Вот это его обязательства, ему сохранили жизнь, они убили его как пленника. И он вынужден работать всю жизнь, не горевать о своей далекой родине, о своей свободе, не имея никаких прав. Или он долговой раб, все задолжал, не смог расплатиться, и в рабство тебя продали. И вот он тоже все потерял свою свободу. Или родился в рабстве. Это как раз вот тоже Господь берет и показывает, что как все люди в рабстве греха находятся, в его последствиях, и все рождаются, и все рождаются, чтобы потихонечку умирать. Да, младенчик уже родился, уже понятно, все равно умрет. Да, может умрет через несколько дней, а может через сто лет, но все равно смерть настигнет. И вот мы все тоже как такие уже наследственные рабы греха становимся. И Господь становится наследственным рабом, но не греха, а последствия греха, вот этой всей слабости, для того, чтобы искупить вот этих подзаконных, то есть разорвать вот это рабство. Нам, конечно, рабство сейчас это вещь исключительная, но даже вот если человек связан каким-то трудовым контрактом, или контрактом, где еще более детально оговорено, что он там имеет право, где что сказать, а где нет, что посещать, там даже вот спортсмены, они, футболисты, например, не могут по контракту кататься на горных лыжах, даже если очень захочет, да, вот за это какие-то штрафы прописаны. В принципе, человек берет какое-то обязательство, если он берет какую-то государственную субсидию, то должен ей соответствовать. И более того, даже если мы берем не какой-то официальный юридический документ, а с кем-то там договорились, то тоже вот мы, ну, обязаны, то есть, ну, вот родились у нас маленькие дети, мы о них заботимся, но вот они, если они не спят, то нам спать тоже не получится. И тоже вот как-то мы этим завязаны, это несовершенство мира. Да, в районе в Царстве Небесном кто как захотел, ну, и лег поспать, а может и сон не нужен. А здесь выспанный ты, невыспанный к ребенку все равно должен встать. То есть, вот все равно некоторые, это подзаконность, ты связан некоторыми обязательствами. И более того, даже ты, если вот у тебя мамки, няньки, слуги, охранники, ты там вроде ничем не связан, все равно гравитацию не преодолеешь. Не преодолеешь законы смерти, все равно ты им подвержен. Так вот, Господь пришел из-под всего этого людей освободить. Он приходит к нам, вот как человек проникает в какой-нибудь концлагерь, разведчик и выводит бегством, спасает каких-то людей. Да, там, если мы посмотрим на то, как тоже спасает от террористов при захвате заложников, тоже идет человек, идет человек, чтобы вызволять. Вызволять, приходит, готов, опять же, зная, что может его миссия не увенчается успехом, обменяться. Да, идет человек, офицер или какой-то заслуженный деятель и говорит, отпустите детей, я вот вместо них буду. Да, при этом человек, может, идет на смерть и понимает, что умрет, но все равно есть надежда. Надежда, что нет, я спасусь и все спасутся. Или когда спасение начнется, штурм начнется, ребенок не выживет, а я вот, ну, может, худо-бедно как-то там спасусь, еще кого-то вытащить-то смогу. Вот тоже такие ситуации, они применимы к вот этому пониманию, исследованию того пути Христа, который апостол Павел здесь поясняет. Мы можем поступить как Христос, мы тоже можем брать на себя добровольно какие-то обязательства, не потому, что они нам нравятся, а для того, чтобы, наоборот, их преодолевать. Мы берем, и там человек оказался в долгах, или у него даже не по своей вине в долгах оказался, а, например, родственник заболел, и он работает на стандартной работе пять дней в неделю по восемь часов, а надо подрабатывать, он берет, неохота ему, ему вечером охота отдохнуть, а он берет и вечером еще на полставки где-то работает, невыспанный падает и с утра встает, еле живой идет, или выходные дни, да, забежал на раннюю литургию работать дальше, такие тоже ситуации постоянно есть. Человек это делает добровольно, вроде никто не заставил, но потому что, почему человек это делает, не потому, что он считает, что вот нужно еще больше. Нет, есть люди, кто страстью там наживы, они там с утра до вечера только и думают о деньгах. Нет, а мы говорим о тех людях, которые вот могли бы без этого обойтись, но ради там ближнего, ради ситуации ее разрешения берут и временно вот заходят в такие условия, да, хоть это временно может там и длиться десятилетиями. И человек вот трудится или человек берет ему, ну работа его не по душе, а специальность, но как-то вот, ну заработок она приносит. Но при этом мы, конечно, не говорим о какой-то греховной специальности, ну просто вот работа какая-то, она скучная, однообразная, да, там, или нервная работа. Но все равно ты какую-то пользу приносишь. И ты вот тоже, ну что, и пользу семье заработок приносишь, а может, и даже и заработок небольшой, но зато пользу общества, там, науки, да, наши дружники науки, какие копейки получают, все равно трудятся. Потому что вот, да, неохота вот под таких условий работы устраиваться, но все равно, что ради того, чтобы какая-то польза была, чтобы был какой-то выход, чтобы было какое-то продвижение вперед. Вот это все нам предлагает Христос. И мы вот прислушаемся к апостолу Павлу, и если мы хотим вместе за Христом выйти из-под действия законов всех этого мира, обязательств, долговых обязательств, из-под законов природы и под закона самой смерти, что человек, все мы смертны, все должны умереть, если мы хотим и этот закон преодолеть и воскреснуть, то тоже мы должны пойти путем Христа. И точно так же где-то брать, и через не могу, через усилие, через смирение, через не хочу смиряться и трудиться, помогать, действовать, хотя, понимаем, да нет, это вроде дело радости нам не приносит. Более того, теперь вот в заключении хотелось бы конец стиха посмотреть, дабы нам получить усыновление. И вот это финальный этап. Господь приходит, вспоминаем, помните, там, принцы нищие, вот, ну и в принципе это в мировой литературе и в кинематографе обыгрывалось, ну, когда братья-близнецы, разлученные в детстве, один очень богатый, другой бедный, как они менялись, как в итоге, или просто ребенок был потерян, там, без семьи, замечательное произведение юношеской литературы, да, что все это некоторые напоминания, что вот, да, есть некоторый бедняк, несчастный, сирота, которого бьют, которого унижают, который несчастный, но нет, ему уготовано наследство, что он должен стать наследником богатой семьи или наследником престола он должен стать. Как это все хорошо, как это здорово должно разрешиться. Так это все про всех нас. Господь нас выводит из закона, не чтобы вот мы как бы очутились на земле, но просто без каких-либо обязательств, а куда-то большего, чтобы мы вместе с ним были в Царстве Небесном. А в Царстве Небесном место именно для Царя Небесного и тех, кто вместе с ним соцарствует, место для большего. И вот это наследие Царства Небесного мы получаем, потому что Бог нас принимает в свои сыны. При этом принимает не потому, что он нашел, что мы действительно вот Дед и Божий этого заслужим. Нет, а мы обезображены грехом, мы на Бога не похожи. Но Господь берет, и как приходят люди в детский дом и усыновляют ребеночка, и чужой ребенок становится своим. Так и Господь нас, чужих ему по своим грехам, оскорбляющих его просто искажением образа и подобия Божия в нас, нас берет и усыновляет, усыновляет, вводит из поддействия законов всех, в том числе законы смерти.